Здарова, пацаны и девчонки! Вы на канале Погнали Летсплей. И два месяца назад я выложил на свой канал ролик с названием «Лучшие игры в жанре интерактивного кино». И на первое место в нём я поставил игру Until Dawn. Причин тому было ну просто дофигища. Until Dawn – это действительно крутая игра. Лично у меня она является, ну наверное, самой любимой игрой среди всех игр в принципе. Меня в ней радует абсолютно всё, кроме одной вещи. Это то, что в игре крайне нестабильный фреймрейт. В основном он держится в районе 30 с чем-то, но при этом он может повышаться до 40 и проседать до 25. Правда, это не особо заметно. Вот я никогда не понимал, да и сейчас не пойму, как это так. Но на PlayStation 4 25 и 30 фпс не чувствуется так же отвратительно, как на ПК. Но вот когда в таких моментах игра проседает ровно до 20, то вот это уже становится заметно. И играть становится немножечко некомфортно. Но благо таких моментов в ЭГЕ мало, поэтому нормально играть можно. Но суть ролика немножко не в этом, а в кое-чем другом. Когда я рассказывал про Until Dawn в том ролике, то ещё там я упомянул о том, что её студия-разработчик, компания Supermassive Games, сейчас занимается разработкой новой серии игр под названием The Dark Pictures Anthology. Но тогда я ничего особо про эту игру не рассказал. Вы спросите, а почему? А я вам отвечу. Да потому что тогда об этой игре было известно совсем-совсем чуть-чуть больше, чем нихера. Но вот совсем недавно в сети появилось довольно большое количество информации о первой части этой серии игр, Man of Madden. И я хочу сегодня рассказать вам о самом интересном, что известно об этой игре на данный момент. Поехали! Первое и самое основное. В сети уже есть 20-минутный геймплей данной игры. А некоторых блогеров даже пригласили на закрытый показ этой игры, который, кстати, проходил внутри реально работающего теплохода. И там им давали поиграть в бету этой игры. Жалко меня не пригласили, я бы эту игру так расхвалил, снов до головы бы, наверное, бы её вылезал. И не потому что я продажный, а потому что просто, даже глядя на этот геймплей, мне эта игра очень понравилась. Ну ладно, хорошее об этом, давайте к сути. Из этого геймплея видно, что эта игра очень, прямо очень-очень похожа на Until Dawn. По сути, эта игра и есть тот самый Until Dawn, только с другим сюжетом и некоторыми улучшениями. Также, помимо этого, в АГЕ задействованы некоторые механики, которые уже были применены ранее в Until Dawn. Только они слегка изменены. Ну, например, я думаю, каждый, кто играл в Until Dawn, помнит, что там мы могли находить на уровнях Татэбы. Заглянув в которые, нам открывалось наше возможное будущее. И в этой игре будет нечто подобное. Только вместо Татэмов, в этой игре мы будем находить картины, посмотрев на которые, нам также откроется наше возможное будущее. В общем, как я уже сказал, эта игра тот же Until Dawn, только улучшенный. И я скажу честно, я счастлив, что это так. Ещё после того дня, как я сыграл в Until Dawn, я мечтал увидеть его продолжение, или хотя бы игру похожую на него. И вот похожие разработчики меня услышали, хоть и не позвали к себе на презентацию. Это безумно круто. И теперь осталось совсем немногое. Дождаться даты выхода игры. А ждать её осталось совсем недолго. Игра выйдет уже 30 августа этого года. Ну а пока мы ждём, позвольте мне рассказать вам ещё кое-что об этой игре. Как я уже говорил, игра представляет собой улучшенный Until Dawn. Но рассказать в данном ролике я хочу только об одном улучшении. Как по мне, самом основном. В игру будет добавлен режим кооператива. Да не один, а целых два. Первый, конечно, довольно посредственный. Вы будете играть со своим товарищем вдвоём, по очереди управляя разными персонажами. Иногда выбирая в игре ответы в разговоре друг с другом. А также выполняя или проваливая квити. А потом споите о том, кто же виноват в их провале. Ведь в некоторых квити потребуются синхронные действия обоих игроков. И если кто-то не успеет нажать нужную кнопку, ну или банально их исправить. А шо будет, если я не нажму? То это всё, скорее всего, перейдёт в спор о том, что у кого-то из игроков коевые руки. Кстати, если кто-то не знает, квити расшифровывается как Quick Time Event. Проще говоря, это когда в некоторых моментах в ЭГЕ вам нужно быстро и вовремя нажимать правильную кнопку. Эта механика уже ранее была задействована в антиудауне. Насколько я помню, там в некоторых моментах, если вы не успевали вовремя нажать, ну или просто нажимали не ту кнопку, то это могло стоить персонажу жизни. И я более чем уверен, что здесь всё будет точно так же. Но второй режим гораздо круче. Вы собираетесь в пятером, а именно столько главных героев в ЭГЕ, и каждый выбирает себе персонажа и играет его роль. А если вас меньше чем пять, ну например вас четверо, то кому-то придётся отвечать за судьбу сразу двоих персонажей. Вы просто представьте, насколько это круто. Особенно если к вам часто приходят друзья, то эта игра может стать для вас новым развлечением. Ведь в кооперативе игра будет выглядеть явно по-другому, нежели в соло и живе. Ну например, вы хотите, чтобы двое главных героев стали влюблёнными. В соло и живе это получится почти у каждого. А вот в кооперативе у вас это может не получиться. И дело тут будет даже не в том, что вы не способны растопить сердце какого-то бота, а в том, что ваш коэш окажется диким троллем и на все ваши заигрывания и флирты будет отвечать отказом. И таких моментов в ЭГЕ может быть ещё очень много. Конечно, помимо этих двух режимов, есть и обычный соло режим. Наверное на нём мне придётся проходить всю игру, ведь у меня нет друзей. В общем, про все эти режимы можно вообще отдельный ролик снимать. Настолько много там всего интересного. Но у меня столько времени попросту нет. Да и думаю вам это будет не сильно интересно выслушивать. Поэтому давайте перейдём к финальной точке нашего ролика. Сюжет. Сюжет у игры довольно запутан. Он начинается с того, что два маяка, нажравшись в слюди, возвращаются обратно на свой корабль. И, поедя в себя, обнаруживают, что вся их команда мертва. А вскоре они убирают и сами. А их корабль тонет. И как нас заверяют разработчики, именно от наших действий будет зависеть то, насколько жестокими будут их смерти. Но в любом случае, как ещё говорила Лара Крофт... Смерть это всегда болезненно. А вскоре после этого события переносятся в наши дни. Пятеро рэгдайверов решают исследовать тот самый затонувший корабль. Нам обещают, что сюжет будет захватывающим, крутым, да и всё в таком духе. Как я уже говорил, мы будем управлять пятью главными героями. И нам обещают, что в игре будет море жестокости и не совсем цензурных высказываний. Поэтому я советую всем, кому нету 18, кто будет играть в эту игру, играйте в неё так, чтобы вас никто не видел. А в идеале в наушниках. Чтобы ваша мама, а ещё хуже батя, не услышали нецензурных выражений из игры и не дали вам пиздюлей. Я же за вас беспокоюсь, поэтому советую прислушаться к моим словам. Я считаю, что перед нами игра шедевр, в которую мы все будем с величайшим удовольствием играть. Но пока что, убедя всё, пока эта игра ещё не вышла, я побежал в седьмой раз перепроходить Until Dawn. Ну а с вами я прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк, подписаться на канал, если вы ещё этого не сделали. А также оставить свой комментарий, мне будет очень приятно. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока. До встречи в новых видео.